Всем привет, меня зовут Саша, и сегодня я хочу показать, как проходят мои выходные. Как вы знаете, да и в принципе у вас тоже самое было. Сейчас были выходные 23-24 февраля, и вот сейчас суббота еще и плюс воскресенье. У меня суббота был не совсем выходной день, я училась до часу с небольшим в университете, и буквально там 2,5 часа вернулась домой, 2,5 часа назад. Уже успела за это время поспать, хотя по моему лицу, наверное, не скажете. Сегодня на самом деле не очень хорошо себя чувствовала, но хочу вот убрать все эти мысли и просто взять себя в руки и начать продуктивничать, так как все-таки вчера и позавчера были такие более выходные дни, ну хотя я вчера тоже готовилась к контролю, я там много всего делала, но в целом я тоже сегодня хочу позаниматься, хочу позаниматься информатикой, программированием. Вы знаете, что это связано с моей специальностью, поэтому вы уже заметили во влогах, что я постоянно что-то пытаюсь изучать, новые и так далее. Вот, веду все электронно, все конспекты на iPad, и я уже сняла об этом отдельное видео, так что если вы хотите узнать, как вести красивые электронные конспекты, то welcome, мое новое видео. А если вы хотите видеть больше лайфстайла, смешных и забавных видео со мной, полезных постов по учебе и просто каких-то моих жизненных советов, то обязательно переходите в мой телеграм-канал, также я там каждый месяц дарю канцелярию и провожу конкурсы, как и сейчас, поэтому переходите, ссылка в описании. Кстати, недавно я раскошелилась и купила себе полную подписку в GoodNotes, которая дает мне преимущества разные, и плюс я могу создавать неограниченное количество тетрадей. Спасибо за просмотр! Смотрите, в моей комнате уже потемнело, я позанималась практически полтора часа, закончила конспект, и сейчас я хотела позаниматься, сделать тренировку. Вообще, кстати, в последнее время я все чаще стала замечать то, что вот из-за учебы у нас очень много всего в ноутбуке, я бы сказала, очень-очень много всего, и там задания, и что-то нужно посмотреть, плюс постоянно в телефоне, это не только соцсети, которые я просто так смотрю, но я стараюсь это делать максимально мало, но это и так же просто какие-то блогерские дела, то есть я захожу в Телеграм, отвечаю на комментарии, захожу на Ютуб, отвечаю на комментарии, что-то такое. Кстати, когда я даже в Телеграме или где-то показываю, что я там сделала тренировку, вы мне спрашиваете, где я их делаю. Все тренировки я делаю в программе Apple Fitness Plus, там, по-моему, первые месяцы, первые три месяца бесплатная подписка, а потом уже нужно платить, но я занимаюсь здесь уже, наверное, полтора года где-то, и мне очень нравится, честно говоря. И еще мне дали награду за то, что на этой неделе я провела 7 тренировок, но сюда и входила ходьба, но приятно. Кстати, я тут нашла свои старые тетради со школы, смотрите, это, ну, как старая, она с 11 класса, но, возможно, кто-то и помнит там с моих видео, кто смотрел, особенно мои видео с Study With Me, но сейчас я просто это смотрю, и для меня это какие-то воспоминания, я очень рада, что сохранила тетради, вот эти я не выкинула, их у меня еще есть по другим предметам, и мне кажется, это классно, потому что я как-то выкинула свои старые личные дневники с детства, и жалею об этом, если честно. А это у меня сетрадь, она не очень заполненная, я бы сказала, практически не заполненная, для подготовки к итоговому сочинению тоже такое было. Я тут написала, мне кажется, всего одно-два сочинения, и на этом все закончилось, но итоговое сочинение, наверное, тот экзамен, который мне не нравился больше всего, мне было больше по кайфу написать ЕГЭ по-русскому, если честно, чем итоговое сочинение, я вообще не понимала его смысл. Ну что, ребята, я решила пораньше сегодня лечь, вот, посмотрела сейчас фильм, и уже буду, короче, собираться. Всем спокойной ночи от нас. Итак, ребята, всем доброе утро, сейчас следующий день, время 9.37, я, конечно, планировала сесть за занятия в 9, потому что я проснулась в 8, но у меня был такой шоппинг-момент, в общем, я искала себе вещи, и, короче, время уже 9.37, поэтому мы садимся сейчас за выполнение задания, которое мне нужно сделать до завтра. Разбираю рюкзак с вчерашнего дня, я вам рассказывала, что была на учебе, у меня здесь стрель по физике и по математике. Не знаю, буду ли разбирать сейчас задачи по физике, возможно, разберу, но математику я точно сейчас буду делать. Вот моя прекраснейшая стрель по физике, на последней паре, на крайней, мы вот решили задачи, решали сколько, ну, я не знаю, штук 9-10 задач, вот так. И, возможно, я их сейчас поразбираю, потому что, в принципе, на уроке мне плюс-минус было понятно, но еще раз посмотрю, какие-то там вопросы и так далее. Это у меня тетради по математике, у нас была контрольная, и мы брали эти тетради просто, ну, можно ими пользоваться. В общем, один раз вы можете подойти в течение контрольной, что-то посмотреть, там, какую-то форму, ну, все, что вам нужно. Но я этим, кстати, не воспользуюсь, я обычно этим пользуюсь. Ну, и, конечно же, я даю предпочтение сделать сначала уроки, а потом уже заниматься всеми своими делами, вот, потому что вот я хочу сделать дело, и чтобы она от меня отстала, и чтобы я была свободной, так как все-таки мне не нравится, когда на мне это будет лежать, и я не смогу спокойно что-то делать в выходной день. Математика очень быстро утомляет, поэтому захотелось взять себе вот такой вот выпуск. Я, если честно, не очень далеко ушла, но времени прошло достаточно много, практически занимаюсь час 20, час 30, где-то так. Вот мне осталось вот эти все примеры разобрать. Наконец-таки с математикой я закончила, время практически 12 часов дня, и вообще, что сегодня у меня было по планам? По планам было, как я уже сказала, сделать все уроки, также хотела смонтировать видео, шотс, хотела сказать, рилс, но нет, это шотс, а я его снимала пару дней назад, и вообще сейчас хочу активизировать шотс на своем канале, больше снимать их, чтобы больше видео вызнавало бы мне и так далее. Мне, правда, это также очень нравится. Еще, конечно, в планах сегодня было погулять, так как все-таки выходной, и будние дни это редко получается делать. Забавная ситуация сейчас произошла. У меня на телефоне пропала кнопка включения видео, то есть у меня было там фото, таймлапс, вот, все, кроме видео. Это было странно, я просто еще раз перезапустила несколько раз камеру, и эта штука появилась. И так как у меня тогда осталось свободное время, а гулять было еще и довольно-таки рано, я решила сделать домашнее задание не только на понедельник, еще на вторник, вот. Самое забавное, что по этому предмету у нас не было еще ни одной лекции, но практик уже было три или четыре. Я вот всегда, когда в последнее время почему-то снимаю учебу в видео, у меня появляется такая мысль, а что, если меня опять упрекнут в том, что я много показываю учебы? Я не считаю себя человеком, который много учится, мне кажется, я учусь средние, и я, как и любой другой человек, в воскресенье делаю домашку на понедельник, и я думаю, что это нормально, и это есть тоже в вашей жизни и в моей жизни. Вот сегодня я полдня это делала, но все-таки сделала, теперь можешь заниматься другими делами. Покажу вам также, как продвигается мое хобби, а точнее алмазная мозаика. И еще у нас был по планам сегодня шоппинг, так что посмотрим. Я уже это много раз откладывала, так что мы этим и сегодня займемся. Итак, сейчас я буду записывать первый подкаст в мой Телеграм-канал, я хочу сейчас здесь это сделать. Ура, ребята, мой первый подкаст уже вышел в Телеграм, здесь уже 56 просмотров, мне очень приятно, я тут наболтала даже на 8 практически с половиной минут, что для меня было неожиданным, так что надеюсь, что вам понравится. Давайте сделаем такое быстрое перевоплощение в мою одежду, в которое я буду гулять. Ну и вот, я уже собралась, сейчас, кстати, резко как-то потемнело, ну, логично, наверное, 6 часов, скоро уже будет темно. Я, как всегда, гуляю в одном доме, ничего нового, мой вот этот костюмчик. Хеллоу, лог из леса. Кстати, погода, ну, она такая странная, как бы вроде бы у меня тепло, но в один момент падает ветер, и мне будет холодно, поэтому я не знаю, в чем я завтра пойду на учебу, не знаю, как меня видно, потому что здесь где-то есть, а где-то нет. Короче, вот так гуляю. В целом, здесь мне вам больше нечего показывать, поэтому да, наверное, буду отключаться. Я думаю, что вы заметили, что я когда болела, рассказывала, я активизировалась, очень много сделала, потому что, если вы посмотрите мое видео буквально там 2-3 недели назад, мне было, мне кажется, вот так сделано. Сейчас очень много сделано, осталось совсем чуть-чуть, и я наконец-таки начну свою новую мозаику, которую я показывала в прошлом видосе. Вот, вы можете увидеть, там и картина, подумираемая мозаика, в общем, все классно. И сейчас я себе взяла также планшет и буду смотреть сериал. Сериал, кстати, сейчас смотрю 80-е. Не знаю, вам говорила или нет, но мне, честно, сложно в последнее время найти какой-то фильм или какой-то сериал, который меня, правда, зацепил. У меня вот, правда, часто бывает такое, что включая фильм, и мне он либо не нравится, либо он какой-то слишком скучный. В общем, по каким-то параметрам он мне не нравится, поэтому я его не смотрю. Ну что, ребят, я уже собрала на завтра всю канцелярию, все тетради, и завтра уже все сложу этот рюкзак. Завтра у меня будут три пары, и, соответственно, мне принадобятся три тетради. Вот, обычно потому, что я там беру по одной, либо вообще тетради не беру, но сегодня такой день, когда придется что-то с собой взять. И на этом я уже буду заканчивать этот видеоролик, так как мне сейчас его нужно монтировать, и хочу его завтра выпустить. Здесь я просто, как всегда, показала мою жизнь. Надеюсь, что вам было интересно, как прошли мои выходные, и надеюсь, что они у вас тоже отлично прошли. Вы можете также написать в комментариях, что вы делали на выходных. Мне кажется, мне и другим ребятам будет интересно почитать. И всем пока!